Всем доброго времени суток! Меня зовут Алексей, это канал Практик. Вы находитесь на нём, не знаю, случайно, не случайно зашли, но в любом случае здесь находитесь. Сегодня у нас будет небольшая дачная оттенка, лайфхак, как сделать подсветку для растений, точнее саженцев. Посмотрим. Сейчас нередкость в магазинах встретит лампы подобного типа. Лампы светодиодные. Данная лампа мощностью 9 Вт. Лампы необходимы для растений, где недостаточная освещенность. Устанавливаются данные лампы специальными креплениями. Крепление можно установить на любую поверхность. Включается вот этим переключателем. Что интересно на этих лампах, их можно собирать в цепочке. Если вам мало одной лампы, можно подключить вторую, третью, четвёртую. Максимальное количество сейчас я, к сожалению, не помню. Получилось узнать максимальное количество. То есть мощность не должна превышать 100 Вт. Если 1,9, то, соответственно, до 10, ну, можно 11 попробовать, но лучше не рисковать. До 9 лампы можно подключить. Итак, каким образом из ситуации вышел я? Я сделал вот такой небольшой деревянный каркас. Купил брусок 20х40. Соответственно, сделал две ножки, сделал две стойки и небольшую перекладину. Точнее, перекладину делал под размер стола, на который я буду устанавливать. Получилось вот такие ворота получаются интересные. Соответственно, всё это скрепил скобами, где-то прямыми стяжками. Вот, посадил всё на шурупы. Крепил всё с двух сторон, чтобы было понадёжнее. Вот, видно. То есть вот такого рода конструктор у меня получился. Сверху прикрепил скобы стандартные, которые идут к данной лампе. Вот они здесь. И уже на них повесил лампу. Работает, как я и говорил, на этом переключателе. Сейчас растений уже нету, но скоро на этой неделе они здесь появятся. Делаю всё конкретно под данную полку. То есть, чтобы ни выше, ни ниже. Соответственно, ламп у меня куплено несколько. Поэтому другие лампы будут уже устанавливаться с другими размерами, под другие нужды. С вами был канал Практик. Меня зовут Алексей. И это была с вами Дачная тема. Про растения и как их сажать мы уже поговорим немножко позже.